Здарова, пупсики! Сегодня мы с вами посмотрим Диму Масленникова, да? Ну, только не просто, Диму Масленникова. Вопрос ребром. Погнали. Я это шоу, кстати, никогда не смотрела. Я даже не знала о том, что оно существует. Новое шоу подъехало. Хейтеры, фанаты и другие ноунеймы пришли в ресторан Фрэнк Байбаста, чтобы задать острые вопросы Диме Масленникову. Если он зальется, то оплатит всем счет. А если ответит честно, поляну накроет Баста. В смысле? А как они узнают, кто? Честно, либо нет. Детектор лжи будет какой-то приклеен? Может, соврать с честными глазками, вот так и все, кто догадается? Честно, вру. Я говорю, мам, я клянусь. Я могу тут говорить или нет? Вась, ну, отслай. Если в этом заключается суть программы, мне не тут делать. Э, люди говорят. Люди говорят. Алло, алло, Вась. Что, честно, смеешься? Херачит в дверь. Дима, что случилось? Ребят, я просто подчеркнул, что никто на ваш вопрос так и не ответил. А ты заметил, что там призрак, да, сидит? Вопрос ребром местническая 24, Фрэнк Байбаста. Сегодня у меня самые горящие соведущие. Человек, о котором ходит молва, о котором говорят люди. Человек, который секс-мажет не только на хлеб, мы еще и на булку. Потому что он масло, да? Двоякая фраза, конечно. Ты специально испортил три презента? Это Масленников. А, они специально посадили гость вот такой, да? И мой братишка Наваи. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Наваи это... Есть какие-то? Какие-то Хамали, Навали? Они? Наверное, да. А он не Навали. Нет, ты сказал Наваи. А он не Навали. Он Наваи, походу. А что они пели? Апифицит Навали. Это не про пчелу-пчеловода. Подожди, это Наваи, а театр Навали. Да нет, это то же самое, походу, просто бы неправильно читали. А где Хамали тогда? Или как его там зовут? То есть где Хамали, да. Почему один только Навали? Нет, подожди. А что за песня, кстати? Это у них про пчеловода была? Или у кого? Это пчела, я пчеловод, между нами тает. Нет. Смотри, если ты будешь честен, и люди проголосуют за то, что ты честен, счет закрывают. А, люди решают. Если ты будешь здесь обманывать, как в своих блогах, врать, бесстыдно. Ну, это не мере, что это люди. Заплати за все, ты. Кота в папке. Ебалу. Ну, это самоуверенный сукин сын. Первый вопрос нашему гостю. Здравствуйте, Дима. Здравствуйте. На одном из последних выпусков шоу «Маска» на ТЭН... Похоже на прямую линию с президентом, честно говоря. Пришли эти такие заготовленные. Здравствуйте, Дмитрий Медведев. Дмитрий Медведев. Алексей Воробьев предположил, что в костюме Мандрина находитесь вы. На что Киркоров отреагировал, что Дима вполне рабочая версия. Приятно ли вам, что король поп-музыки считает вас рабочей версией? И поступали ли предложения о сотрудничестве? Нет, давайте так. Смотря рабочая версия в чем? Вот такой вайп, да, Сюль? Я надеюсь, что мы все-таки о работе идем в речи. Ну, такой, который может быть в случае, если рабочая версия. Что это за? Я просто не до конца понял, что это за... Нет, я даже ничего не понял. Что я, соответственно, участвую в проекте «Маска»? Нет, не участвую. Блин, это «Маска». Подожди, подожди, если ты... Я знаю «Маска», это какое-то мега-древнее шоу. Я думаю, многие наши зрители еще не родились, когда оно было. Я была сама очень маленькая. Там какие-то челики садили в студию. У него была какая-то такая страшная «Маска». Они рассказывали какую-то анонимную историю, как там комната вращалась, там что-то появлялось. Помнишь такое? Нет. По РТР, что ли, шло. Нет, не помню. Или по России. Вот такой канал был. Мне кажется, такое что-то было. Вот такую «Маску» я знаю. Все, больше не знаю никаких «Масок». Участвовал в проекте «Маска», то где тебя могли проверить как версию, рабочая ты или нет? Где он успел проверить это? Давно, давно мы общаемся с Филиппи Дросовичем. Понял. Дальше следующий вопрос. Все, все, все. Спасибо. В рабочих моментах. Да. Привет. Меня зовут Андрей. Слушай, такой вопрос. Ты когда ходишь по заброшкам, встречал ли ты там срущих бомжей? Те конкретно вот людей в процессе? Ну да, когда ты ходишь по заброшкам, никого там не спичат. Да, может там бомжи какие срущи были. Может у кого-то. И как вообще свои ряда? И как вообще свои ряда? Даник, ты был на заброшках? Да, сударь срущего как-то раз видели. Это все ведущий наш. Случай. Бомжи вообще не срут. Просто у человека не срут. Они только писают. Потому что им есть нечего. Только водку пьют. Все на водку спускают. Не, ну ты что? Откуда водка у бомжей? Срут. Ну, я думаю... Слушай, логично, Мария, если ты не ешь, только как бы ты срать не будешь. Правильно? Как ты же умрешь со временем. Если не будешь что-то есть, значит, ты все-таки ест. Или пьет. Можно ли пить и жить? Ну, там есть калории. Сколько можно жить без еды? Сложно. Месяч? Видишь, насрущих бомжей. Да. Не, бомжи встречаются, конечно. Бомжи там живут, потом нещадно охраняют свою территорию, когда к ним заходишь. Ты заходишь, у них все добро, как говорится, в палатке. Натаскано, естественно, с ними конфликты. Сидел, ты видишь, что просто едят. Мне интересно, а почему у тебя конкретно... Пострашен, он там говорит. Что это делать вообще? Говорон. Я просто сижу в заброшке, никого не трогаю, да, и ты заходишь. Вообще непонятно. Твой друг, коллега. Да, это Данияр Сабитович, он на моем канале уже 9 лет. Спасибо большое. Что за вопрос такой? Дим, после ухода Эмиля из лиги, он дал в интервью, в котором он сказал, что я не пойму. Что за Эмиль, блядь? Кто это вообще? Какой-то мир параллельных людей. Доходы Эмиля из Медиали, что это такое? Он дал интервью, в котором рассказал про конфликты. Наша типичная реакция на любой видос, да? Что это такое? Когда тоже сидели такие, что это такое? Не, кстати, вот это мы в теме. Вот это мы между прочим в теме этого конфликта. Да, кстати, вот это была ответка, ну-ка. Давай-ка. С Кридом, почему в этой ситуации ты решил поддержать Егора, а не Эмиля? Давайте перезапишем, а то мы перебили человека. Давайте. О, какой культурный мальчик. Я тут по-моему, по-моему. Не перебивай человека, говорите, говорите. После ухода Эмиля из Лиги он дал интервью, в котором... Почему они говорят, я не могу понять? С Кридом. Понятно. Ясно. Ясно. Это вас пытается из последнего нового вопроса. Почему ты решил в этой ситуации поддержать Егора, а не Эмиля? Ведь вы очень долго и близко дружили. И вернешь ли ты ему канал? Смотрите, тут я знаю, что будет прекрасный вопрос. Объясняю. У нас есть блогер. Не, не, я вот мне... Ну ты же задал вопрос. Ей объясняй. Ему похуй. Не, я потом осекся. Мне говорят, успокойся, ты все у них не поймешь. Смотри, в данном случае... Понятно, что... Ну, короче, Маса, я никому буду сейчас платить. Все, как бы я поняла. Ну, я... Значит... Ну, он всегда с тобой этот вопрос. Он же должен был придумать правдоподобную версию. Да, я же придумал стори. Подождите, сейчас расскажу. Я забыла. Я растерялся. Я думал, что будет вопрос, но я не думал, что его все-таки зададут. Я немножко растерялся. В двух огней я находился. Мы с Егором дружим уже восемь лет. Это такой же вес, и очень важный для моей жизни, и работы с Даником очень пятнадцать лет уже дружим. Ты сказал, восемь он. Я сказал, мне двадцать восемь. Нет, я сказал, ты на канале. Они поговорят, мы подождем пока. Ты сказал, что ты пиздишь. Еще один пиздобол, блядь, сидит тут. Эй, ты че? Говорят. Распорка пошла. Люди говорят. Алло. Алло, блядь. Вась, перезвони. Ты знаешь, когда ты не хочешь отвечать на неловкий вопрос, и стараешься максимально перевести тему, делаешь какую-то разборку, чтобы потом про это все забыли. Да-да-да, расскажи мне про Эмиля. Не надо, не надо. Мы тут вспомним, вообще-то про Эмиля. Канал на 3 нас брал, скажи. Да-да-да. Нет, почему не про канал там было, а почему выбрал Егора, а не Эмиля? Там был вот такой вопрос. Да. Егор, потому что красивее, да? Вот тебе он больше нравится? Я думаю, потому что Егора больше денег. Ну, как, он более перспективный бизнес-партнер. Ну, давай, расскажи. Ну и вот, соответственно, в данном случае чисто рабочий момент стал, потому что действительно очень не хочется в грязном белье ковыряться. Почему? Очень хочется. Нет, вы предыдущий вопрос про говно так разбирал, смаковал просто. В грязном белье не хочу. Ну, кто там на стройке, извини. Ну, я, подожди, ну я не смаковал прям? Что, 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 прям так говоришь-то? Ну, слушай, камера все покажет, смаковал-то или не смаковал. В общем, сударя с Рущего как-то раз видели, это соведущий наш. Случайно, причем, это было, наверное, самое страшное. Действительно был у них конфликт. В данном случае, с моей точки зрения, я почитал, что Эмиль был неправ. Я ни у кого канал не забирал. Пароль от канала и доступ на канал у него находятся, не у меня. Я с ним даже ничего не могу сделать. Я чисто физически забрали. Он соврал. Но Эмиль говорит, что как раз-таки у него забрали, получается. Да, он сказал, что запретили снимать. Нет, он сказал, что они сказали, слушай, вот такой конфликт, мы не хотим раздувать и, короче, вот дальше, вот дальше. Просто мы смотрели три с Эмилем. Да, да. Сказали, типа, залечь на дно. Типа, вообще не освечивай какое-то количество времени. Вот. И он, типа, не мог публиковать никакие видео, ничего, чтобы мы сказали, что вообще не освечивай, не свети, типа, люди что-нибудь забудут и все. Вот. А потом, как там получилось, что ему пришлось как-то вообще отдельный канал создавать? Он же создал новый канал. Я не помню, что говорил, что, типа, доступа к каналу нет. Типа, не его забрали. Ну. А Мастерников говорит, что есть пароль, и все есть у него. Кто пиздит? Кто пиздит? Перезнавайтесь. Кто будет платить в ресторане? У него 8 месяцев ничего не выходит. Потому что, смотрите, мы решили... Пароль, пароль, можешь сказать, пожалуйста? Пароль? Пароль канала, чтобы все зашли. Скажи честно. Ну, по глазам вижу, въебал. Смотри его. Был создавал волшебный Маргок. 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 Подожди. Въебал ты его нет или нет? Я нет. Въебал ты что значит? Я даже не ответил, брат. Въебал. В каком смысле? Просто въебал? Ты менял пароль? Скажи честно, менял? Менял пароль. У него пароль, и к его номеру канала привязан YouTube. У тебя есть этот пароль? Нет. Нет, у него просто монетизация. У тебя есть этот пароль? Блядь. Сядь сюда. Сядь сюда. Выйди сюда. Давай. Сюда. Хоть нормально проведем. Давай. Ты будешь говори... Что ж... Скажи. Даник начал жевать судорожно. Такой ходит мне отвечать. Я буду просто жевать тихонечко. Какой кусочек сложно пережевывающийся. Буду жевать и жевать. Здоров. Здоров. Он еще, блядь, талантливый мальчик. Рабочий... Как называется? Рабочий вариант или как там было? Кто? Егор или Эмиль? Дим, что ты делаешь? Телепостериков такой начал шоуру, вы судорожно есть? Лишь бы не отвечать. Знаешь, я сразу вспоминаю видос, который я смотрел. Какой? Не помню, на каком канале. Про кого? Про что? Где они там проходили детектор лжи. И Масленников, и вот... Даник. Даник. И Эмиль. И, знаешь, и там было по детектору сказано... Брат, братан, братичка. Было понятно, что, типа, брат, мы никогда в жизни не расстанемся, мы в жизни никогда, мы сердечки, я вас больше всех в жизни люблю. И тут хуяк такой... Ну, там бизнес, да. Ну, да, бизнес, я выбрал Егора. Я просто Егору 8 лет дружу, оказывается, внезапно. Ну, мне кажется, если бы мы так сильно дружили бы с Егором, наверное бы, я не знаю, кто смотрел Масленникова на протяжении такого большого количества времени. Наверное, было видно, наверное, в роликах. Скажите, Егор появлялся в роликах Масленникова на протяжении всего этого времени, или это они решились очень плотно в стриме, не недели, а, наверное, пару лет, потому что... В течение 8 лет был Егор Крив? Честно, мы, конечно, за Масленником так не следили, мы буквально не так большое количество роликов его смотрели на реакцию, поэтому, я думаю, вам лучше знать. Ну, что-то мне подсказывает. Но в этом, в этой ситуации нам нужно вычислить пиздоболы. Кто-то тут уходит от ответа на вопрос. Я думаю... Нет, честно, моё субъективное мнение, мне кажется, просто... Я думаю, у всех пиздоболы. Да, на самом деле, как бы и Эмиль там нифига не невинный ягнёнок, который такой, он стопудово, знаешь, он такой, мне кажется, такой человек, который... Вот есть такие люди, типажи, которые в разные компании, когда примыкают, начинают за спиной обсирать другого. То есть, типа, ты в одной компании говоришь, ой, там Вовка какой-то, да, Вовка такой гадкий вообще, ха-ха-ха. Потом приходишь в компанию с Вовкой, сидишь с Вовкой, и такой, он говорит, Андрей Гавнюк. Да, Андрей такой Гавнюк, Андрей такой Гавнюк. И понимаешь, что ты ходишь, и всех как бы за спиной засираешь, чтобы как бы быть своим в компании. Эмиль так и поступил. В итоге, естественно, дошло до Кри. Крит такой сам по себе человек очень скандальный, не сдержанный. Естественно, он начал сразу такое «Я тут звезда». Не терпит критики. Он вообще не может никак критики. Он такой «Всё, там все хейтеры мне заведут, я звезда». Вот это вот всё. И понеслось. И Мастингер такой «Блин, ну как бы есть Эмиль, который просто как бы... Я его раскрутил, по сути». Как бы друг, но как бы друг может поднять. А есть Крит, который отдельно существует, как медиаперсона, очень известная, очень давно, как он вообще изначально появился как поп-исполнитель, по сути. Первый блогер. На первый блогер, конечно, понятно, да? Первый стример. Вот. И, естественно, как бы если выбирать между чуваком, который по сути он сам поднял, либо чуваком, с которым дружить. Но он выбрал Кри, да? Да, но с другой стороны, как бы ты же говорил, что типа, блядь, мы же друзья на веки, друг-друг, друг-друг. Там практически... Так торжи, а как ты скажешь? Да, как? Знаешь, люди, когда в ЗАГСе их женятся, они же не говорят, что там через два года разведутся. Да нет, на самом деле... Ну, это субъективное мнение. Ну, в этом конкретно моменте... Чё происходит? Ну, у тебя тут неловко, субъективно уже... Егор или Эмиль? Тёмненьких или светленьких? Такой варь, да? С пирсингом или без, скажи. Блин, на самом деле смотришь и видишь, как им неловко. Очень неловко, и как им очень не хочется отвечать. Блин, шесть, конечно. Ну, я понимаю, почему им неловко, но очевидно, что тебе позовут на это шоу, да, и будут задавать такой вопрос. Большая вероятность. Просто ответ правдивый. И тебе нужно было подготовиться. Людям не понравится. Ну, потому что он тебя сразу выставляет в некрасивом цвете. Потому что он себя выкрасил... Типа ты продал дружбу. Ну, типа ты продал дружбу ради того, чтобы более популярным. Ну, как бы... Ну, зато это честно. Ну, типа, да, у них бизнес. У них большая... Зато бы уважали за честность. А может быть, нет. В зависимости от того, как настроены подписчики его, фанаты и поклонники. Понимаешь? Это зависит от образа. Если ты изначально себя ставил как такого человека, который такой рубит правду матку, не всегда приятную, то, может быть, простили. Но если ты изначально ставишь себя как такого суперпозитивного и доброго челика... Ну, это уже все понятно без этого. Все понятно. Ну, нет, непонятно. Те, кто хотели разобраться в этом, они уже посмотрели. Ну, многие. Понимаешь, очень многие люди есть, для которых вот их кумир, блогер это просто такой вот прям светочный, такой вот маяк в темном царстве. И чтобы он там не говорил, как бы он в уши не заливал, он будет все равно сидеть и вот так вот слушать, понимаешь? И поэтому, естественно, у нас сейчас Маслеников не хочет как бы говорить, ну, прям очень откровенно, потому что вот эти вот аудитории, которые так вот его слушают, конечно, вряд ли они посмотрят это интервью на самом деле. Лучше плачу обменю. Да. В принципе, по карману. Да-да-да. Давай, да, все, убрали сейчас серьезно вот эти все шутки. Расскажи, кто, кого, Егор или Эмиль? Ну, судя по всему, Егор. Ну, ребят, как бы посмотрите, ситуация такая неоднозначная. Мне кажется, Эмиль накосячил конкретно. Вот. И по сути, все как произошло, так и произошло. А как? В грязном белье не будем ковыряться, да? Будем. Будем, кто, Егор или Эмиль? Просто, а если... А если? Даник вот накосячил, то так случайно где-нибудь... Ну, я думаю, Даник так не накосячил. 15 лет дружбы пойдут к этому под хвост? Ну, сколько там, 8? Уже 15 переквалифицировались, да. Я думаю, тут Даник сам по себе по характеру более сдержанный, и он как-то более просчитывает риски. А Эмиль, я так понимаю, у него больше такой язык помело, видимо, и поэтому так и получилось. Я думаю, что Даник изначально понимает правила игры, бизнес-игры. Потому что на самом деле, как бы, вот эта вот их лига, это же, по сути, очень такая бизнес-корпорация. По сути, это куча каналов, которые между собой связаны. Нужно иметь, держать репутацию. Конечно, ну, из-за очень хорошей репутации, естественно, тем более они смотрят по рискам. Они смотрят, кто им полезнее, кто им менее полезный, и по такому выбирают. Как бы с точки зрения бизнеса понятное решение, с точки зрения человечности, но некрасиво. Я думаю, что ты правильно сделал Масленников, что не отвечал, никак реагировал на разоблачение Стаса. А, когда ты, да, Стас делал на него там разоблачение и что-то ещё? Ну да, потому что если ты начинаешь, то, во-первых, это дополнительный пиар. Потому что, естественно, там куча всего притянута за уши, половину хуйни всякой наговорил. Ну что, слушай, то, что... Но есть очевидные вещи... Типа, что Масленников постановый снимает, ну, в основном, практически есть контент постановочный. Ну да, очевидно. Ну, как бы понятно, что подписчикам... Блин, сейчас я понимаю, что она же смотрит ролики подписчики Масленникова. Ладно, мы говорим, как есть. Ну, серьёзно. В этом ничего плохого нет. Это постановочный контент, это как, вы знаете, шоу, как вот смотрим мы какому-нибудь там фильм ужасов или вот «Битву экстрасенсов». Ну, она же, очевидно, постановочная. Да, ну, просто типа нагретаривая, чтобы создать себе такую ауру, ну, капалято, что как бы там такого не было ничего, да. Тем более, вы же сами понимаете, что сначала он нагнетает-нагнетает, а потом у него снимается обычный выпуск, что типа на самом деле это нифига не приз, кто-то рядом попукал, поддышал, и это всё огоньки, и это всего ничего на самом деле не было. То есть он сначала как бы нагнетает, потом разоблачает. В этом строится контент. Всё. Ну, да, а что? Никто здесь не прав. Так, не бывает, на двух пулях не усидишь. Нет, ну, Малыш, как мне сказать? Дима, как мне сказать? Дарик такой, Дима, скажи. Хозяин, как мне сказать? Пожалуйста. Я хочу, чтобы ты меня выгнал. Скажи, как сказать? Мама! Ты пиши на бумажке. Ну, блядь, ты всё равно не подставляйте сейчас. Я такая, Васта, мне как-то после интервью. Знаешь что, ты мне больше не друг. Пошёл нахуй. Жёстко. Баста-то мой лучший друг теперь. Не, ну, мы троллим. Ну, как? Ну, как? Посидишь, всё нормально. Как им неловко, как им неловко. Он уже виткает. Ну, вот, спасибо. Ребят, я просто подчёркиваю, что никто на ваш вопрос так и не ответил. Так, да. Я пытаюсь ответить, ты хорош. Давай. Я не в ситуации, блядь, ну, юлил ты. Немного не в себе, так и есть на самом деле. Но я хочу узнать, кто, по вашему мнению, не прав? Егор или Эмиль? И почему ты забрал у него канал, сменив пароль, чтобы человек не мог укладывать контент, который не появляется уже 8 месяцев? Ещё раз, в данном случае, с моей точки зрения, Егор прав. На все 100%. Если бы был по-другому, я поступил бы иначе. Доступ к каналу имеет Эмиль. Почему он не выкладывает ролики на своём канале? Мы были соучредителями канала. Я сказал, что я не буду в этом проекте участвовать больше. Соответственно, проект закрылся, канал просто стоит, простаивает, всё. То есть, он говорит, просто я не буду участвовать? То есть, я тебе не запрещал ничего улаживать? Я тебе буду участвовать. И Эмиль такой... Ну, про это ещё Эмиль говорит, что, типа, мне запретили. Нет, ну, вообще, тут как бы видно, что, на самом деле, Масленикова запрещал. Ну, как запрещал? Я не думаю, он не запрещал. Бля, я здесь чувствую, пиздёр, что ты Масленикова. Я думаю, что не то, что ты сказал просто, типа, слушай, давай так, я сейчас по поводу с Кридом, но мы же с тобой друганы, короче, я сейчас всё порешаю. Ты просто контент пока не выкладывай, потом всё ляжется, мы снова начнём сниматься, всё будет ок. А потом, в итоге, ни хера не улеглось. И всё. То есть, он ему не то, что запрещал, он ему, как сказать, настоятельно порекомендовал, получается так. И Эмиль, естественно, не снимал, потому что, потому что, если бы Масленик просто сказал, ну, слушай, я поддерживаю горы, я с тобой всё больше не дружу, делай, что хочешь, твой канал, а реведерчи. Ну, очевидно бы, Эмиль снимал бы тогда сам. Просто какие-то влоги, там, что-нибудь ещё. Может, там, как-то качество продакшена, конечно, чтобы ухудшилось, потому что, может быть, не было таких ресурсов, как у всей этой лиги, да, например. Но, тем не менее. А тут, знаешь, Масленик вшёл, Эмиль такой, не буду, не буду, не буду, не буду снимать, а потом так херак, и отдельный канал новый создам. Да, и буду снимать в другом. Ну да. А этот не буду из принципа использовать. Я скажу, что там Эмиль как бы лишнего ляпну, очевидно, было. Ну, некрасиво, сказал, за спиной. А то, что Крита как-то оправдывает. Но при этом, я думаю, что и Крит неправильно себя повёл, блядь. Ну, обратился бы к нему напрямую, сказал бы, что ты мне пиздишь на меня, а не через Масленик. Запишу там какой-то версус, да. Это было некрасиво, он же со стороны Крита пиздец. Слушай, ну потому что Крит постоянно, у него какая-то критика, у него вечно какое-то болезненное восприятие. Он же такой, знаешь, вот это вот. Да, я такой. Эгар Крин, ага, вот это вот всё, блин, я не знаю. Я думаю так. Какое-то странное ощущение. Потому что. Слушай, что, жди, какое-то странное отношение у человека как-то к критике окружающего мира. Я понимаю, когда критика неоправданная. Ну, как бы там уже был засёр. Ну, можно же по-разному на это реагировать. Но вот Крит, он как-то очень, очень, как-то жёстко на это реагирует. Странно очень. Я услышал, девушка со мной, не даст мне соврать, директор, да? Что Дима немного лукавит. Немного. Немного, вот так вот. Слушай. Хочет выглядеть намного лучше, чем есть, на самом деле. Ничего в этом странного нет. Мы тоже немного подкрашиваемся перед эфиром. Будем следить за ситуацией. Потому что, какого было? Ты ещё не ответил. Удивление оперативников, как говорят, в особой программе. Хорошо, спасибо. Не ответил, короче. Ну, короче, блять. Не ответил, понятно. Вадим оборвод идеи роликов. Вопрос. Вот у тебя есть ролик «Миллион на 3». Какие интересные вопросы? Мистер Мисты. Интересные вопросы. Кто кем вдохновляется и у кого... Конечно, мистер Мист вдохновлялся. А конечно, мистер Мист вдохновился. Мистер Миста вообще такую лажька, то во фео вдохновился, то мастер Мисты вдохновился, То вообще Влада бумаги всё покопирует. Варишка. Варишка. Ладно. А, где табличка сарказм? А то мы в прошлый раз про Фуфуа пошутили, и что-то народ вообще не догнал. Мы к этому хорошо относимся, да? Да, нормально. Если человек берёт идеи где-то там, адаптирует на российский... Я плохо отношусь, когда ты, допустим, берёшь какое-то видео, вставляешь его и пишешь, что это полностью моё видео. Я сам продумал. И оно 100% скопировано. То есть, ты не просто взял идею и переснял хотя бы по-своему. Хотя бы ты просто переснял, да? Там что-то перерисовал, там что-то ещё, как-то видо изменил. Ну, окей, нормально. Это как пистасамка такая. Не-не, я сама всё придумал. А у Cardi B перепела кавер на русском языке. Я вообще всё, бля, просто совпадение, понимаешь? Нет, просто скажи, что это кавер на Cardi B. Да, а тут внезапно музыка совпала, и текст на русском полностью дублируют перевод на английском. Понятно, ничего страшного. Следующий вопрос, ребят. Следующий вопрос. Что, уже всё? Ну, что, будете задавать вопрос, ему нравится, что он там делает человек. Просто не может отвечать, чтобы не казался сильно большим пиздоболом. Ну, будете даже пить. Ну, что, да, ладно, давай. Сейчас, следующий, следующий. Не надо, а то сейчас ещё хуже, блядь, скажут. Ну, не пить же, нет. Реально похоже на прямую линию президента, только, знаешь, когда вопросы из зала нецензурены. Правильно берёт, делает. Ну, что, угоньте. Правильно я говорю? Да. Вот. Правильно что согласился? Так что делать уже? Я просто тебя... Ну, что, человек старался, давайте, давайте... Давайте ещё раз, девушка, извините ещё раз. Я мразь, вы королева, извините. Привет, меня зовут Настя. Привет. Вот, у меня такой вопрос. У тебя есть ролик «Миллион на лотерею». У мистера Биста есть точно такой же ролик. Кто кем вдохновляется, и у кого ты воруешь идеи для своих роликов и экспериментов? Вдохновляется, ты воруешь. Да не воруешь, вот вопрос. Она говорит, вдохновляешься. Ты говоришь слово «воруешь», оно такое триггерное. Да, понимаешь? Вот вдохновляешься – хорошее. Сразу хочет обмануть. Надо говорить вдохновляешься. Да, вдохновляешься. Да, вдохновляешься. Нет, он говорит, вдохновляешься или ты мистер амбиста? Мне понравилось. Да, сказать, я вдохновился. Сделал то же самое. Вдохновился. И ещё плохого нету. Нет, это ничего реально плохого нету. На настоящем все блогеры друг у друга коммунизмят очень много контента. Причем самое прикольное, что и на Западе блогеры у наших забирают контент. Есть несколько роликов, допустим, у «Мамиксы», которые иностранцы забрали, у «Влада А4». Часть роликов, которые «Тренд с гробами» забрали на Запад и их развивают. Это абсолютно нормальный процесс, в чём то, что сейчас русские блогеры всё больше и больше просмотров стали набирать. Это точно. А мы очень много коммунизм. Да, я тебе правду скажу, что грех у мистера Биста. Слушай, вообще ничего в этом плохого нет. Куча, допустим, те же челленджи запускаются, и куча людей снимают. И что, всё теперь запрещено. Ты же, знаешь, коммунизм, это если ты возьмёшь этот ролик, тебе на канал зальёшь. Это я, блядь. Это вообще моё лицо. Это я, мистер Биста. Да, вот это вот я на самом деле. А если ты полностью переснял, подготовил локации, например, какие-то, полностью другие участники у тебя. Это же уже другие совсем эмоции. Что тут такого? Я тоже не понимаю, о чём твоего вопроса. Что-то не забрать. Нет, ну просто понимаю. Но ничего плохого нет. Очень сложно из-за его бюджетов и масштабов сделать хоть что-то подобное. Просто если ты коммунизм, надо сделать хотя бы лучше. То есть, короче, я всё правильно... Надо делать лучше, чем мистер Биста. Опять-таки, из его бюджетов и масштабов. Очевидно, что мистер Биста это будет масштабнее в любом случае. То есть, ты можешь как-то красивее снять, художественнее. Красивее может. Но масштабнее будет, конечно, у Биста, потому что у него бабоса больше. Да, и там даже слишком много красивой съёмки. Да, слишком красиво. Когда ты хочешь сказать просто сократите хронометраж. Это слишком долго можно урить. Я же говорю, как-то нету золотой середины. У мистера Биста мы смотрели ролики, у него слишком быстро. У масштабов слишком растянутая. У масштабов. Можно как-то в среднее слепить пополам. Вот идеально будет по хронометражу, на мой вкус. На мой вкус. Субъективно, субъективно. Я вас перебил в самом начале. Ну, походу, так и получается, ну, пиздец, ты нормально. Ну, то есть, ты сейчас объяснил, а как бы кража была? Другой оттенок, у неё другое настроение. Вдохновляешься, вдохновляешься. Да, мужчинами. Да, мужчинами. Дуреем, мужчинами. Ужимий. Ужимий. Дуреем, дуреем, берёшь ли ты процент с доходов участников лиги, и вообще запрещаешь им где-нибудь участвовать или где-нибудь сниматься, а также, кто владеет их. Я думаю, да, должен, конечно. Во-первых, потому что у них лига, так как он лицо лиги, они могут повлиять как-то на репутацию. Он как бы дал им толчок. С ним должны были согласовывать. Да. Ну, то есть, это типа как бы бизнес-корпорация, такой продюсер какой-то. Ты как бы сделал вложение, то, чтобы они сейчас зарабатывали неплохо за счёт как бы его. Да, ты из-за этого берёшь процент. И поэтому он получает. И либо, это как, допустим, ты снимаешь на YouTube, 50% твоего дохода забирает в YouTube, потому что он тебе предоставляет площадку для выкладки твоих роликов, получается. Тоже ничего плохого этого не вижу. Но, как бы, нормальный бизнес... Главное, чтобы не собрал процент. Я скажу, блин, не беру, но, конечно, один процентик так чисто... Ну... Нет, то, что проценты можешь брать, и то, что цензурировать, как бы, знаешь, смотреть на какое шоу ты пойдёшь, что ты там будешь говорить, типа, репутация же им очень важна. С их каналами ты или они сами? Процент, да, берётся. Это, как бы, мне кажется, абсолютно нормальная штука, с учётом того, что я выступаю соучредителем канала. Вот, допустим, канал Даника, мы, типа, как два друга в какой-то момент собрались и поняли, что надо работать. Туда вкладываются бабки, туда вкладывается работа большого количества людей и так далее. Ну, как минимум, да, за это... По-честному, я считаю, что за такие вещи надо брать проценты, да. А сколько? А управляющих с контентом? Какой процент ты берёшь, брат? О, да, 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 вот, честно. У Даника, в данном случае 50-50-то у нас. По-дружески. А, ну, нормально, честно сказал. В это могу поверить, да. Ни один процентик всё. Правда, конечно, многовато. Ну, много, да, конечно. Как Ютуб-партнёрка забирает. То есть, Ютуб, да, столько же забирает? 50. Даже 5. Ну, почти, даже Ютуб меньше. А может, уже 55. Нет, даже 50, я не знаю, сколько он забирает. Не, ну, в принципе, если Даник согласен на такие условия, хотя Данику деваться некуда. Как бы нормально, в принципе, да, наверное. Слушай, я думаю, ему дохода хватает, Данику. Короче, хорошо быть главным папиком, когда у тебя доходится, все каналы идёт ко мне. Работайте. Да, да. Не, вообще, самое лучшее реально быть, это не звездой самой, а быть менеджером звезды. И иметь хотя бы звезды, процентов там по 30 от каждой. И иметь несколько таких звёзд. Тебе не нужно не светиться, и у тебя бабок больше, чем у той звезды получается. Потому что у тебя их много. В случае вот этой штукой типа 80 на 20 в пользу лейбла мы такой херня не занимаемся. Не, по-дружески 50 на 50. Может, ты по-дружески ему сказал, братка, да какое мое участие? Главное, чтобы ты двигался, чтобы ты рос, чтобы ты развивался. Чего там увидишь сам тогда и зашлёстник. А так забирай всё себе. А то мы с тобой друзья. Ладно. 50-50. Представляешь, что он с врагами делает, ребят? Он получает 120%, я думаю. Завалился. Учём того, что, смотрите, чтобы развить канал, любой, это нужны миллионы, чтобы в настоящий момент обеспечить качество. Это подожди, ты ему, иди сюда, он тебе рассказывает, иди сюда. Миллион? Сейчас давай, просто давай сделаем, как был ваш разговор, как ты его чесал наполовину. Ты понимаешь, для развития канала нужны миллионы. Чесал наполовину? Нет, ну расскажи ему, как ты говоришь, подожди, вот как это было? Никак, мы с ним 8 лет назад начали работать. Подожди, ну как? Только потому, что мы с тобой 15 лет дружим. Только поэтому, 50-50. Вообще, вообще, я хочу сказать, что это как вот у многих такая проблема, когда вот, допустим, у тебя какой-то есть бизнес, и к тебе приходит какой-то друг или знакомый и говорит, ну, пожалуйста, сделай скидочку как знакомому. Блин, у тебя такое геморройдики, потому что тебе неудобно брать у человека деньги, и при этом ты не взять не можешь, потому что тоже твоя была работа, и при этом тебе надо сделать как-то хорошо. Не надо таким заниматься. Типа, честные условия со всеми одинаково равны. Чтобы не было такой вот фигни, потому что потом все равно не будешь хорошим, тебе в итоге засрут за спиной, скажут, что вообще говно, как ты неправильно что-то сделал, все было плохо, вообще скидка небольшая, и вообще он мудак. Блядь, в бизнесе вот комовство очень опасное. Ну да, потому что нужно просто всеми переругаться. Как это? Или вы просто случайно, и у вас уже контракт подписан напополам? У нас нету контракта. У нас вообще был канал уже. Я подожди. А ну зачем я селся? Ну расскажешь. Все нормально, брат. Потому что ты красивый. Держись, держись. Ты мне очень нравишься. Какой бриллиантик. Вайп, да? Валевайп. Я заберу тебя. Этот. Не в том смысле. Выкуплю у вас никого. Нет, как там это из песни? Футболисты покупают? Нет, нет. Вот я сомнила эту песню. Как там? Украду тебя в ночи, буду твоей в Хабиби. Как будто я не по основу право еду. Ты можешь? Можно масло? Так не доставайся никому. Нет, скажи, как ты ему говорил? Миллионы, рассказывай. Сколько вы зашли? Мы это и не обсуждали, что я буду вклад в него миллионы. Ну расскажи просто, хорошо. Все по маслу началось. У нас был когда-то канал Все по маслу. Влоговый. Это было хреново тучи лет назад. А, влог. Он мне помогал, как человек работающий на запахе. И в итоге мы развали-развали канал. Я дал им процент от канала. Какой? На тот период... Сколько, я не знаю. У нас было трое, тоже на поровну было все. На троих. Трое на поровну? Угу. Сколько нужно денег для того, чтобы... Поровну на троих, это как тогда получается? Масло по 50, и вам по 25. Так это не поровну. Это как? От троих. Нет, так вот я... Это так я понимаю, но это как бы не поровну звучит. Не поровну. Вам 50, а мне 50. Да. Такого обычного, ну, не очень талантливого, но достаточно симпатичного парня сделать звезду. Ну, давай, вот эти фразы для Газголдера оставишь. Не, не оставлю для тебя. Даник, это... Сколько? 15 лет со школы дружим. С 8 класса. Это значит, что он смешной. Это один из самых смешных товарищей, которые в жизни... Он говорил про 8 или про 9. Он просто поет, артистичный, настраивает коммуникации со всеми. И вообще, ну, как бы вайп у нас своеобразный и интересный. По крайней мере, на этот вайп подписываются люди. Он ко мне в 8 классе, подходит, говорит, давай 50 на 50. Да. Сразу, заранее. Так что вот так. Ну, мы пришли, как бы, он говорит, давай канал... Это так не лавка. Давай. Все, чтобы никто не обижался, 50 на 50. Он такой, вообще супер. Я в шоке, брат. Эй, братка, вообще, просто напополам внутри. А ты заметил, что там призрак, да, сидит? А это с тобой спутница? Раз, как-то лицо. Относительно контента... Что 50 на 50, это относительно всегда, чтобы все понимали. Никаким образом мы... Но это касается только ребят. У тех, кто пришел с каналами уже своим, типа Егорик, там совсем другая песня. У нас намного меньше процент, так, чтобы поддерживать там пиар отдел и так далее. Вот. А не должно быть наоборот? Намного меньше у кого процентов? У Егорика, типа кто свежий. У Егорика намного меньше. Намного меньше процентов, в смысле пиар, чтобы поддерживать. У них, у них. Меньше, значит, меньше. Значит, что... Они меньше получают. Кто они? Егорики. Егорики. А, то есть не 50 и 50? А, то есть у них больше процентов надо поддерживать пиар. То есть по Егорику, допустим, 30, а не по 70 берут. Да. Ну, то есть побольше ставки получается. Нет, они поменьше берут. Кто они поменьше берет? Егорик. Егорику 30. Да. 70, допустим, идет. Ну, условно. А, ну тогда понятно. Относительно контента мы никаким образом палки в колеса не вставляем. Единственное, что, когда мы видим, что блогер проседает по контенту иногда... Ну, составляем находит. Чуть-чуть виднее всегда, что вот он не постарался ролик выложить хоть не такого уровня. Мы подсказываем, говорим об этом, предлагаем помощь. Я сижу над монтажом многих ребят из лиги тоже. Да, все круто, мы семья, мы лига. 50 на 50, 33 на 33. 50 на 33. А что, как с Газгорода? Дела обстоят с этим. У нас все, слава богу. Я хотел обсудить такие условия, братские, что страшно звучит. А страшно звучит на самом деле. Не, ну... Я не хочу называть цифрой, да? Просто не любит назвать цифрой. Скажи, сколько со скрипта забирал? 30 процентов. Ну, мы с ним, но мы с ними друзья с 8 класса. Если понимаете, да, зачем? 30 процентов со скрипта забирал? Ну, да он уж талантливый. Конечно. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, а вы где? Я здесь. А вот, а вот вы. Меня зовут Катя, и у меня к вам такой вопрос. Вы продюсируете блогеров. Я начинающий блогер. Что мне нужно сделать, чтобы вы продюс... Здесь, ладно, я хотела представить, что было вообще платье полностью... Думаю, сиськи уже там выплыли в полной программе, но ладно. Идти не на YouTube. Ну, да. Ну, потому что, ладно. Десировали меня. А что вы снимаете? Развлекательный контент. Монифан. Путешествует. Ты на YouTube? Нет. Я просто тут... Человек ведет канал, я не слышу ничего. Получается... Шутка за 500, блядь. Я просто не слышу ничего. Дайте ему верь, чтобы он мог обрулась. В инстул куда-то что? Еще раз. Да, да, да. Инстаграм, инстаграм. Короче, я тебе переведу. Девушка снимает контент для Инстаграма, хочется стать суперзвездой. Что нужно для этого сделать? Ну, сейчас в данном случае... Победа была учиться со мной в восьмом классе. На вашем месте я бы снимал все то же самое, только в YouTube Shorts, потому что YouTube очень сильно сам пропихивает видосы, добавляя к ним огромное количество просмотров. Вот у нас есть... Ну, в качестве пиара YouTube Shorts хорошо. Да. В качестве заработка... Либо TikTok. Ну, я не знаю, как в TikTok эта фигня работает все. Ну, так же. Рекомендации случайно подхватывают. Наверное. А в Инстаграме... Ну, я думаю, что она разведет Инстаграм, значит, наверное, она и TikTok ведет. Наверное. Тут можно весь TikTok перезалить в YouTube. Да, куда угодно перезаливать. YouTube может рандомно в шортах как-то подтягивать ролики и запихивать их в рекомендации. Может быть, абсолютно одинаковых роликов, не знаю, несколько штук, и один там залетит, остальные будут там со 100 просмотрами, например. Видео какое-то вообще... Ты можешь помочь человеку? Ты лично... Меня спросили... Да, я видел кадры, где ты просто... Меня спросили спродюсировать или дать совет. Нет, нет, смотри, совет это хуйня. На хуйню совет? Что в отне совет? Не совет, я хочу, чтобы вы не прописали. Подожди, на хуй совет. Ты можешь сказать, смотри, я вот сейчас тебе скажу, что нужно конкретно три шага сделать, и ты ставишь, чтобы перезалить. Что перезалить? Как вот с тобой было? Что нужно сделать? Быть Даником. Хуйню не занимайся, повыли человеку. Смотри. Смотрите-ка, а если берете видео... Я вангую, чтобы сейчас вам просто скажет формальную хуйню. И скажет, просто смотри, переносит, значит, видео в YouTube, да, шоу-с-видео набирает, подцепляет еще много просмотров, и начинаете развивать канал через это, правильно? Нет, взять, создать шоу-проект, чтобы он поднимался, развался на каких-то медийных персонажей, как вот обычно делают, да? Ну да, то есть кушать, чтобы не умереть с голодом. Чтобы продвинуть свой ресторан, ну и вот. Вот такая вот хуйня. А для начинающего блогера все-таки? Для шутки, братан, шутки просто разъебывает, пизя раскусывает, просто нахожусь. Сейчас, сейчас там... В общем, смотри, мы, значит... Такой молодец, всегда рядом со своим зрителем. Только мне за встречу потом в YouTube. Куда ты смотришь, Дима? Куда ты смотришь? В данном случае, с точки зрения продюсирования, никак не можно помочь. Я ей если совет, если хочешь, я могу... Оператор смотрит? Ну, конечно, вот об этом тебе говорят. Ты все ходишь, крутишь, вверх. Это мне не это, не даем говорить вообще. Не даем говорить вообще. Дима, на чем я тебе говорю, что можно всегда сказать формально и много ходит. Ты скажи конкретно, давай возьмем твой контент, ставлю тебя вот себе в видео на две секунды. Себя в твое... Видео, да. Видео. Пожалуйста, давай слово видео, да? Ой, блин, жесть какая. Не, не знаю, мне это все такие моменты очень сильно отталкивают. Думаешь, какие-то такие странные наглые люди приходят. Типа она пришла такая... Я разлупила сиськи, бери меня полностью. Ну, возьми, 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 я тебе не нравлюсь. Я тебе не нравлюсь, давай, бери меня, вставь меня в свое видео. Ну, прополючи, я еще продюсера, бля, да не видно, что ли. Ну, как-то так неприятно очень. Она красивая. Зачем это тебе нужно? Давай лучше петь. Не обижайся, Дим. Ты не обижайся. Ну, не обижайся. Ну, задают же вопрос. Ну, не обижайся. Ну, здесь не шоу, здесь полный пиздец. Ну, что ты? Я понял уже. Я певец с ртом рэпер Frame25, и у меня есть один очень интересный вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя заняла близость с девушкой от момента знакомства? То есть, вы познакомились, после этого перешли, ну, сам понимаешь, к чему, к интиму. Самое быстрое, сколько времени? А ты думаешь, я с секундомером стоял, что ли? Ну, давай, по ощущениям своим, я стоял просто с секундомером, засекал. Ну, быстро. Было бы... Ну, давай, сколько? Ну, там, не знаю, назови время. Глава вне, просто, хуя, не очень несет, блядь. Быстро, быстро. Ну, сколько день, два. Нет, ну, не знаю. Час, день, два, блядь. Ну, блядь, ну, блядь, бывает случайный секс. Блоковый. Шел, 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 нашел. Ну, типа, шел, 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 упал, и не завтра с ях случился. Вне-то магия. Так споткнулся, знаешь. Бро, у тебя сейчас... Этого настройки, настройки этого, как его зовут? Сударь. Сударь. Шел, шел, нашел. Конкретно, давай, случай какой-нибудь раз, а то че, тухляк какой-то, типа, там где-то что-то не так, там не так. А что я про свою интимную жизнь должен сейчас... Блин, на самом деле, такой формат шоу, мне кажется, лучше бы вас, ты бы просто сидел бы, интервьюировал, потому что, честно говоря, какие-то персонажи из зала. Я понимаю, зачем нужны персонажи из зала. Это приходят какие-нибудь начинающие рэперы или блогеры. Чуть попиариться. Поэтому они же не просто говорят, Дима, то-то-то, они такие, Дима, меня зовут, там, систематиста, я рэпер, у меня там 13 коленей рэперов-родственников, я вообще классный, спишите, вот мой альбом, вот мой инстаграм, тут, знаешь, майку раздирает, потом задавает какой-то рандомный вопрос, просто режим просто на камеру засветиться на канале. Нет, ну, конечно, не обязательно. Давай так, перед камерой, перед людьми о своей интимной жизни, как о моей личной, я не буду говорить. Если на этом у тебя все, ты можешь садиться обратно на место, договорились? Огонь, спасибо. Спасибо. Я тебя услышал. Прошел. Если в этом заключается суть программы, мне нехуй тут делать. Если единственное, что... Все, 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 все. Все, 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 все. Относительно моей интимной жизни. Я пошел отсюда. Все, прости, прости, все, больше не буду. Даже больше разозлился, чем за Крида. Да. У меня такой вопрос, я к вам максимально положительно отношусь. Сразу заранее. Правда ли, что именно Ярик, эльф-торговец, сделал вас, придумал снимать ужастики? А, это, короче, есть такой продюсер, эльф-торговец. Тиктокеров. Тиктокеров и разных блогеров, и у него там много... На нем там сидит. Милохин вон, или нет? Милохин на нем сидит. На лице. Не-не. Кстати, эльф-торговец, это же вроде как... Что-то он озвучивал. Кураж Бомбей или что-то еще. Не озвучил, продюсировал. Потому что я помню, я смотрел озвучку «Теорию большого взрыва», и в конце там... Большое спасибо, отдельное спасибо эльфу-торговцу. Всегда в конце они как-то говорили. Видимо, наверное, еще студию продюсировал. И дал вам на это денег. Смотри, эльф, ты знаешь, Ярика? Я уже что-то боюсь спрашивать, ребят, вот это, ну, какую-то эльф-торговую. А, Ярик, какая же. И что, Ярик дал лавандосы, ему типа на прыжок, да? Да, чтобы он снимал ужастики. Смотри, я зашел в Валджем, был достаточно маленьким блогером. Они дали мне денег, это было 400 тысяч, на покупку более профкамеры. Профкамеры и что-то там штативы, и все. Идея относительно ГОСТа и заброшек принадлежала не Ярику, а мне и... Был такой канал, блогер, я не знаю, вы помните его, Антон из Франции. Кто-то помнит такого персонажа вообще? Он с Митей снимал из «Физрука актера». Да, 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 да. Ну и вот, принадлежит ему. Как продюсер он как таковой не выступал, но дал очень большой шаг. Ну, подожди, ну это же не бесплатно. Получается, сразу он ему дал инвестицию какую-то, потом, видимо, он ему отдавал процент какой-то по-любому. Потому что если просто так не дадут, такой у тебя приходишь, скажет, дайте денег, на, пока. Все, я убежал с деньгами. Я молодой блогер, дайте мне поддержку. Да, конечно, я всем даю безвозмездно, я просто люблю молодых блогеров. Ну, скорее всего, да, конечно, он, видимо, дал ему на старт какие-то деньги для раскрутки, а потом, когда он стал зарабатывать, Мастерник должен был какую-то процент выплачивать. Может быть, до сих пор выплачивает, может быть, нет, непонятно, какой-нибудь контракт, смотря за заключенный. Толчок, как бы, развитию, за это ему огромное спасибо. Я не как бы, да, конечно, он. Это человек, который многим дал большой жирный пинок под зад, смотивировал работать, тому же Dream Team'у и так далее. Скажи, просто процент взял он с тебя какой-то? Какой? Он давал, ну, как это, любой рекламный агентство, 30%. Ты ему отдал? Да, я ему отдаю 30%. До сих пор? Отдаю. Отдаю. Ну, да, конечно. Ну, видишь, конечно. До сих пор. Обалдеть, ты все живешь. У них контракт рушится. Кушай, кушай, кушай. Кушай, Даник. Бизнес рушится, а он лепит свое, посмотри. А что он до сих пор отдает? До сих пор в этом агентстве? Да, видимо. Что за контракт? Все живи, что ли? Я думаю, он до сих пор как-то помогает. Я думаю, может, помогает рекламодатели каких-то искать, либо как-то какие-то проекты новые сторонние искать. Ну, то есть, как, может быть, менеджер работает или не команду какую-то менеджеров набирает. Я просто не знаю, как это работает. Это вся закулисная рекламная сторона, это у нас все нарез. Потому что у нас нет рекламы. Ну, типа, мы не знаем, как это делается. У нас только монетизация. Уфла. Да. Мы знаем, что ты недавно попадал в больницу из-за нарушения ритма сердца. Да, это было дело. Ты говорил, что в 18 лет тебе делали операцию, и это просто побочный эффект. Мы тебе верим, но все равно, когда на твоем канале будет ролик, в меня вселился призрак и пожирает меня изнутри. Типа, троллинг такой. Видимо, надо делать. Хорошая идея. Ну, была такая ситуация, соответственно, в 18 лет мне делали, это как это называется, абляция, чтобы сердце правильно билось. И после этого у меня бывают приступы тахикардии, когда сердце под 200 херачит, и это включается в любой рандомный момент времени. Обычно я могу себя успокоить, но вот пару раз я реально вызывал скорую за вот эти 10 лет, и в этот раз тоже я решил вызвать скорую. Меня привезли и остановили сердце. Это вообще пиздец был. Мне его, значит, спрашивают, смотри, мы можем те уколчики сделать, можем там, типа, ну, какие-то процедуры провести, а можем быстренько. Мы те уколчик поставим, ты ущешь, мы тебе ударим дефибриллятором, остановим тебе сердце. А потом, когда подождем какое-то время, запустим его заново. Вообще пиздец, если честно. Ну и ты что? Ну и что, ну, там критическая ситуация была, я выбрал второе, да? Аплодисменты. Такое часто повторяется? Не, ну это не часто, это вот, типа, вот так, чтобы вот я вызывал скорую, попадал в реанимацию, это первый раз за всю историю. Как у тебя называется сердце, порог? Это не порог, это тахикардия начинается. Особенность работы сердца, да? Да, да. Ну и вот, я вот, я думаю, через пару месяцев операцию сделаю, дай бог, у меня время будет, все нормально, и вот это тоже по бочку уберем. Ну, пожелаем всего самого лучшего нашего культа. Здесь, конечно, у нас кто-нибудь в сердце. Ее приступит тахикардия, значит, проделась проводимостью сердечной. Да, тахикардия – это такое последствие какой-то болезни, то есть, что-то не просто сама по себе болезнь, тахикардия. Ну, там, наверное, может, какое-то нарушение проводимости, из-за того, что происходит нарушение проводимости, может быть, внезапная какая-то, у кого-то аритмия, у кого-то, получается, стыкардия, у кого-то, тахикардия. Может быть, знает, но просто, может, не хочется распространяться, видно такое, знаешь, по личной жизни каким-то болячкам немного скрытное тело. Но я про эту тему так шучу, у меня, получается, остановили сердце, я, получается, сгонял на тот свет, посмотреть, что там, ну, и вот, чтобы с контентом легче работало, свернулся, и все. И вот я здесь. Следующий вопрос. Всем привет, меня зовут Ярослав, вопрос такой, ты общаешься с бывшими девушками, как ты их обычно называешь? Моя заброшка? Хороший грудки, да? Ладно, я себе шуток, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, нужно ли оставаться с бывшими девушками, друзьями? Заброшка не называю, пыль не стираю, там такая схематика. Смотри, ну, если у вас нормальные отношения были, почему бы не общаться? В этом я не вижу ничего плохого, меня, наоборот, удивляет. Если у вас нормальные отношения, вы зачем расстались? Ну да, это вообще максимально странно. Если у вас нормальные отношения, да, действительно, а потом ты встретишься с ней, с ее парнем или с мужем, и такие, там, у вас нормальные отношения. Да, давай по старой дружбе еще раз шпохнемся. Да, давай, там, втрою. Когда вы долго в отношении с девушкой стояли, и потом, мы все, жизнь пережили. Я думаю, что есть смысл общаться с какими-то бывшими партнерами, только если у вас есть совместные дети, потому что придется просто, потому что по-другому никак. То есть, вам придется как-то видеться, решать какие-то вопросы организационные по ребенку. Очевидно, если вы расстались, значит, у вас плохие отношения. Не расстаются за хороших отношений. Я тоже не понимаю. Я тоже этого не понимаю. Это может быть, это может быть расстались. Бля, все было хорошо, но, типа, ну, я звезда. Дорогой, я тебя люблю, но отец выдал замуж меня за другого, но мы так любим друг друга. Или как это должно происходить? Нет, обычно расстаются, потому что какие-то проблемы. И мы никогда не общаемся, и так далее. Но это странно больше, наверное. Просто, если что-то вдруг, там, случилось в жизни, вот, старались друг друга избегать и так далее. А так, ну, типа, общайтесь, общайтесь. Ничего такого. Пожали друг другу руку, искали, все нормально. Давай, братан. Спасибо. Я погнал. Все крутить, вертеть. Правильно. У меня такой вопрос. Бывали ли такие ситуации на съемках, когда ты был на волоске от смерти? Вообще, говорю, как бы, на холостяке... Кроме сегодня, конечно. На холостяке у Крида, это причем даже не мои съемки, была очень странная ситуация, когда я для кадра, я им должен был вскрыть заброшку, на которую они должны были зайти, девчонки. Я тогда как консультант по локациям был. Я должен был с заднего двора им открыть локацию и подумал, чтобы это сделать, надо было пробежать по крыше соседнего дома. Я подумал, для кадра я пробегу поближе к дороге и не подумал, что там, ну, другой шифер. Я проваливаюсь сквозь шифер, ну, вот, ну, примерно вот с такой высоты на бетонный пол, себе херачу ключицу, там, дохера трещины и так далее. И встаю, я понимаю, что я провалился в чужой гараж. Передо мной Пежо стоит какой-то. Я стою, думаю, матерь божья, а если Пежота внутри, гараж, с какой стороны закрыли? Я понимаю, что дверь закрыта, Егор херачит в дверь, такой, Диман, что случилось? Потом дверь открывать, и вы засадите. Не, не как у вас принято. Ну, вот. Я стучу, я не понимаю, что делать. Единственный вариант, который... Я понимаю, что, по сути, это проникновение со взломом. Ну, если расценивать, я получаю... Нет, конечно. Ашка, что это такое? Я на территории другого гаража пробегаю по крыше. Процессуально. Блин, это тупое проникновение со взломом. Обычное проникновение со взломом происходит со взломом замка. А они сверху дырка в крыше делают. Это, типа, тупое проникновение какое-то получается. Так. Это несчастный случай. Несчастный случай, когда... Это человек самооборона. ...проводил съемку и бежал по крыше этого здания. Я, ну ты провалился же. И это все ради Егора. Я не представляю. Смотрите, это. А Егор что говорил в этот момент? То есть между вами стена, он... Ты, ааа... Я здесь. Егор! Он... Терещи. Держи! Держи! Такой Шербаков какой-то уже получается. Ну и вот. Мы получаем единственный вариант, который... Я его обожаю. Это пиздец. Это копилка с охуительными комментариями. Просто... И единственный вариант, который был, это вылазить через форт. Там съемочная группа гигантская. Я не знаю. Меня первый раз позвали на телек. Что-то надо делать. Я залезал по каким-то шкафам, выбивал форточку изнутри, чтобы вылезти и закончить все. Это рембо какой-то просто. А там маленькая форточка. Это шутка. Комментарий был просто. А, хорошо. Ну, короче, что сказать, ребят? Опасная у человека жизнь, работа. На самом деле, снимает такое количество материала, делает это... Да он на перевал Дятлова гонял. Это страшно было? Да устрачно. Я представляю. Тоже чуть не сдох. Вон-то он еще не сдох. А что с тобой случилось? Короче, ездили на перевал с ним. Все отсняли, поднимали, поднимались обратно. Подожди, не было уродов в кадре. Мне же не знаю, что это неприятно. Нет, нет, нет. Что ты? Ты его для специально держишь. О, ты прям прибывали. Держу для себя. Лучшая подружка. Посмотри, вот этот человек, он посмотрит на его лицо молодое. Вот этот чувак идеально мимикрирует под 18-летних тиктокеров. Он к ним в компашку, а ему тридцатник. Ему что делать? Мимикрирует. Новое слово за сегодня будет такое. Ставь трек. Шли по горе, шли по горе, у меня астма. Мы провалимся вот до сюда, в снегу, астма. Это когда задыхаешься? Я хорошая актриса. Тоже в текст, тоже в тексте. Прикольно. Вот, идем и начинаю задыхаться, начинается лютое вообще смерч, смерч реально на нас. Смерч? Смерч прям вот это. Ну вот. Не видел? Огромный смерч на нас. Блин, там вообще пиздец. Булкан из версии. На нас снег. Булкан, это что вы вдвоем сейчас говорите. Нормально, Вась. Что, ты погнал? Не, говори, давай. Они будут разговаривать нормально. Вот, и, короче, идем, я задыхаться начинаю. Диман там уже... Вы вот так с хуйни делаете события, да? Ничего не произошло. Да нет, мы реально испугались. Да, мы реально испугались. Смерч, мы взяли доски, оседлали воздух, полетели. Нет, это нам не приснилось. Да, это реально было, ты чё? Не, ну, слушай, как бы им же нужно... Наверное, это, мне кажется, профессиональная деформация уже просто пошла. Ну, знаешь, для контента, когда ты их постоянно делаешь, уже по жизни все рассказываешь. Честники жвели, им честников нет, а они куда-то... Не, ну, у них, наверное, не говно, не говно. Я имею в виду, что... Я утиривал. Нужно, да, то, что сейчас не поймут. Сейчас люди начнут... О, у них не говно. Да, вы ничего не понимаете. Пропали нахрен. Я, ну, гробода как-то... Хотел бы опользоваться ситуацией, пока работают фонари, попрощаться на камеру в хорошем качестве. Короче, страшно будет. Не забывайте ставить лайки, делить ролик. Короче, отстреляли нахуй, да, как в анекдоте? Не, 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 ну, был ингалятор, слава богу, мы там дошли. То есть, все время это шел, умирал от астмы. Все, он уже прощается с родителями на камеру. Я не сдохну. Разыграл. Спасибо большое, Ларис Милтек, нашим друженикам. Дима, постоянно садят кадры, а потом убирают. Он там кушал за день и столом. Дима, у меня такой вопрос. Я изучила все твои подписки в ВК, которые открыты для всех. Ты подписан на Доминика Джокера, Инстасамку, ЕГЭ 2014, сообщество «Спасибо папе за характер», «Принцесса». И чему вообще научили тебя эти паблики, в особенности Инстасамка и паблик «Принцесса». Вопрос, паблик вы где, в Инстаграме я подписан? Нет, ВКонтакте. А, ВКонтакте, да, хрен его знает. Я в ВК стал активно пользоваться год назад, а до этого я, как все, в какой-то момент забыл пароль от него на много лет. Там много пабликов. Вот и девушка показывает все время, которое не смеется. Пабликов штук 40, хотя я уже давно, давно не танцую, да. ЕГЭ, я думаю, это когда я сдавал ЕГЭ, как бы, все варианты, хороши, ты съешь, там ищешь что-то. Вот, а чему научили, ну, ЕГЭ, слава богу, я сдал. Все, а в Инстасамка, ну, а вдруг я кайфую от ее музыки? Он облизался, когда сказал ее. Вот ты кайфуешь от ее музыки? Что нужно ответить? Все, да ничего, ну, как мы теперь, вайба нету, да? Не, 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 я за тебя беспокоюсь, у меня вайба дохуя. Поделишься? Я за тебя, да я попытался, ты что-то обиделся сразу. Хорошее настроение шли, ничего, шли в приколом, приколом. Ты что-то кусанул сразу, даже да, не охуел. Инстасамка, слушай, ну, песни есть, конечно, хорошее произведение, музыка хорошая есть. Ну вот, вы кайфуем. С другой стороны, Инстасамка первая написала песню, в которой она на самом деле проповедует настоящие семейные ценности и взаимоотношения женщин и мужчин. Когда женщина и стесняется, что ей что-то муж купил. Правильно? Правильно? Потому что всегда. Новая, которая в ТикТоке заверсилась. Сумку мне муж купил. Вот это вот. Бодибилдерша, ППшница. Сама себя сделала, работаю сама, иду в свои цели. Ой, да ладно, у вас там сейчас зал половины таких минимум тиди девушек. Или даже больше. Миллиарды за спиной, но это только начало, да? Она говорит, муж купил, этот муж купил. Так что же плохого? Значит, тебя любят, значит, ты хорошая. Молодец. Девушка в снахоне стала глобка. Я, ее, наверное, наверное, в чем секрет популярности Инстасамки? В том, что она, наверное, называет вещи своими именами. Правильно? Чего и нам с тобой, Дима, советую делать. Давайте дальше. Дим, ты ворвался на YouTube с крутым контентом Ghostbuster. Сейчас свой канал это скрылья-контейнер. А ты снимаешь тоже скрылья-контейнер? Сейчас твой канал это скрылья-контейнер, 24 часа слезу за коровой и тому подобное. Когда будет ролик 24 часа, только красную еду, когда покажешь волосы белый цвет. Ты снимаешь скрылья-контейнер? А теперь у вас бумага? Это уже прошлое видео. Он сейчас снимает? Да, вообще. Здоровая, очень хорошо залетает. Я даже не сомневаюсь. Смотри, такой контент, если его как-то прикольно можно подать, действительно масштабно прикольно, да хоть ем иду красного цвета. Вдруг мы на всех континентах ее будем есть, я не знаю. Мы стараемся потихоньку уходить от такого формата в виде заброшек и так далее. Объясню причину. Потому что с каждым разом надо что-то прикольное, прикольнее и прикольнее показывать место. А мы уже снимали и в заброшенных замках, и в парижских катакомбах, и в психиатрических больницах, куда невозможно и запрещено законом лазить и так далее. В Америку у меня визы нету. Как бы иссякает количество локаций, в которые мы можем попасть. Естественно, мы реже и реже их снимаем. Скорее, просто вопрос, снимали в тюрьмах, когда я не заброшен. А был дел, да? Раза два. Это был, это Хорватия? Не, у нас, в России. А вот мы, кстати, собираемся сейчас снять заброшенную тюрьму. Да ну, не в заброшенную. День подачи. Давай, кайф будет в реальной. Представляешь, идет с фонариком в хату на 250 рыл такой. Здесь. Здесь. Я прощаюсь. Мама, я прощаюсь. У него астма. Бомба, бомба. Спасибо большое. Все хорошо, спасибо. Дима, привет. У меня к тебе такой вопрос, что по-настоящему тебя может испугать именно не на камеру, например, там, призраки, ведьмы, а в реальной жизни. И вообще пугливый ли ты человек? Высота. Бля. Вот я не представляю, как люди с самолета, с парашютом прыгают. Это просто пиздец. Меня пугает, если я вот там с 34 этажа вниз смотрю, я уже, у меня жопа уже потеет. А тут надо, как бы, если откуда-то прыгать с тарзанкой и так далее, это безумно страшно. Вот это вот, наверное, единственное, что... А как ты лазишь постоянно на этих высоких тарзанках? Нет, я на высоких не лазил. А, да? Тарзанка, да. Я подземлю лазил. А вот этот вот, типа, роуп-джампинг, который с высотки тебя пи-и-и, и ты такой на веревке уже, и кто-то меня вкорвется. Я не потому, что высоты повезет. А, потому что больше рисков, да? Да. Всего прибиться можно. Вдох, я гибнусь об землю и сдохну. Тупая смерть, блин. С деньги заплатил еще и сдох. Ты просто высоко падать, ты все? Да. Ну, ты просто говоришь, что ты провалился. Городи Егора. Ну, там третий этаж, ну, тебе по крыше же шел. Я не то, что под сомнение ставлю, просто... Не, я вот, я высоту терпеть не могу. Я обычно лазаю вот по пещерам, где клаустрофобия и так далее. Вот это ближе мне, чем высота. Я просто представляю, как человек падает, и он не кормит. Он же осознает, что сейчас все. Что я не кормит. И у него есть время еще и подумать. Ты знаешь, что страшно? 80% людей, которые по высоте умирают, не долетев до... А у меня и сердечник еще. От разрыва сердца умер. Знаешь, 80% людей погибают, не долетают. Вот они... Давай с Васей, все очень быстро одновременно происходит. Нет? Нет. А если Вася захочет прыгнуть? Вася, ты боишься тоже? Прыгать? Да. С парашютом. Откуда, брат, с парашютом? Да. Я могу сказать две вещи. Никогда не сяду на мотоцикл, я никогда не буду прыгать с парашютом. Расскажу историю, хотите? У меня есть подруга. Она мне говорит, надо попробовать. Ну так, дружимся с ней, миллионами. Надо попробовать парашют, парашют-бомба вообще. Ну так, короче, приводить тебя в тонус, ощущение жизни, новое прикосновение с реальностью, да, нужно прыгнуть. Я говорю, сломаешь ноги. Сломала ноги? Ломает две. Кто первый к ней в больницу приехал? Приземлилась, видимо. Я, конечно. Я говорю, ну как, прикоснулась к реальности? Она прыгает до сих пор. То есть это у людей либо есть, либо... Мне точно... Я не хочу испытывать... Да, уже, наверное, залечилось. Подобные эксперименты, правильно? Ну если ты прыгнешь в парашюту... Представляете, сколько будет просмотров, если Диманыч прыгнет с парашюта? Диманыч, сколько будет просмотров? А Даника пристегнут тебе спереди. И он будет задеть. Тогда мне будет спокойнее. Не, я помню, мы на яхте были. Она была 10-12 метров. На яхте. Сколько метров? 10-12. Высота? Он часа три стоял, без шуток. Мы хотели снять, как он прыгает в воду. Часа три, вот так. Вот так все время. Да. Так он реально боится. Он реально боится. Он сказал прям, как казах. Вот так шурез. Это шурез. Шурез все время стрелок. Спасибо. Тогда не же казах, нет? Ты как-то говорил, что хочешь уткнуть за нос мистера Биста. Я думаю, все знают такого блогера. Как что еще раз делать? Мистера Биста хотел уткнуть за воротник. Как-то раз ты говорил. Ну был дело, да. Вот, Дим, ну ты совсем не вернулся. Тебе же никогда его по просмотрам не догнать. Мистера Биста – это самый популярный блогер, блогер ютуба. Блогер? Да, 135 миллионов. Сколько? 135 миллионов подписчиков. На ютубе. И Дима сказал, что уткнет за воротник. Я хотел бы. Подожди, подожди, подожди. Ну просто стремится. А у него сколько? Около сколько? 5, по-моему, да? 15, да? 16. А, 16. 16. А зачем нам такой вопрос? Понятно, что Дима еще… Ну да, страна вопрос. Он же говорил, что хочет. У нас было предложение, да. Действительно, есть такая идея относительно того, чтобы показать просто… Показать уровень того, что даже сегменты ютуба в разных странах могут делать качественный контент. Естественно… Это я не в этом делаю. Качество можно делать качественнее. Но есть потолок по зрителям. Потому что у тебя аудитория русскоговорящая. А сколько русскоговорящих людей в мире? 200 миллионов, а сколько англоязычных? А сколько англоязычных? Или там испаноговорящих, например. Или как-то правильно говорить, да? То есть, если ты будешь ориентировать контент на ту аудиторию, тогда уже да. Там больше людей больше. То, конечно, потолок, потому что элементарно иностранцы не нажмут на твой контент, потому что он на том языке, на котором они не понимают. А если это есть субтитры, не все захотят смотреть субтитрами ролик. А если всё будет… Мистер Бист, я не знаю, как. Встроенный перевод сейчас делаю. Или Ютуб ему сделал, или что, когда перевод есть на оригинальном канале. Да, даже был отдельный канал Мистер Бист на русском, ему пришлось закрыться, бедняжки. Вообще офигенно. Хотя, может, и согласовано было. Как вот выйдем на международный рынок, попытка не пытка, как говорится. В любом случае, у нас были определенные… Ты хочешь делать международный рынок? Расскажи, это нам интересно всё. На международный рынок ты хочешь уходить? Смотрите, тут я искренне надеюсь, что нам дадут одну замечательную функцию. Вообще, русскоязычный… А, вот это, да. Чтобы был перевод роликов автоматом. Почему Мистер Бист сейчас растёт? Не только из того, что он вкладывает невероятные бабки в свой контент, и то, что он невероятно креативный и крутой чувак. Это, ну, какая-то особая функция. Это действительно никто не поспорит. Но за счёт того, что если мы сейчас зайдём на его канал, всё будет на русском языке, включая сам ролик. То есть, ты когда заходишь на его видос, ты можешь выбрать звуковую дорожку. Но это просто обосраться. Анатома сейчас включается. Мы даже не выбираем. Вопрос в том, что как только нам дадут такую функцию, допустим, если я выкладываю ролик на свой канал, он автоматически попадает в тренды американские, допустим. Ещё такой перевод качественный получается. По крайней мере, я доволен. Допустим, мы снимали ролик по игре в кальмара. Он по миру является вторым. Естественно, после Мистера Биста. Но Мистер Бист обложил… Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Это круто. Только есть небольшая разница. Мы как бы вложили в производство ролика 5,5 миллионов рублей, а он 3,5 миллиона долларов. И вот… Разница весомая, да. Разница весомая. Я думаю, Дим, у тебя всё получится. Спасибо. Спасибо. Сейчас засрал, потом похвалил. А почему нет? Вот тебе человек сказал, ты чё, ебанута? А потом ты ему объяснил, говорит, я надеюсь, у тебя всё получится. Правильно? Спасибо большое. Сарик, здесь вот у нас здесь в программе решаются сложные вопросы очень просто. Это шурма? Вторая. Попробуй. Да. Вадим, прям по сердцу ножом. По сердцу ножом. Я тоже хочу. Не всем удаётся, как вот этим замечательным счастливчикам, которые сегодня вынесли моё кошмарное отношение к ним и были благодарны тебе за искреннее, тёплое отношение к тем людям, которые задают вопросы. Но есть люди, которым нет возможности задать вопрос в реальном времени. У нас есть ещё заведение, где люди приходят и оставляют свои видео-вопросы. Один из таких видео-вопросов. Как-то где-когда. Это другое заведение его. Да? Всем привет, меня зовут Настя, я нахожусь в городе Москва, в ресторане Gorilla by Basta по адресу Мясницка, 11. И у меня вопрос для Димы Масленникова. Дима, когда будет Ghostbusters в прямом эфире? Ты обещал это сделать? Там же комментариев было до хрена. Я помню, кучу было комментариев. Было очень много комментариев по этому поводу. Постоянно подписчики у него спрашивают, кстати. Точно, я думаю, какой-то такой вопрос больной. Где прямой эфир? В натуре! Сука! Блядь, сука! Извини. А он такой... Ты можешь не отвечать. А знаешь, Масленникова уже в булке расслабилась, и пошли вопросы про мистера Виста. Такое, все нормально. С кридом это все неприятное было в самом начале. Нет, ну у тебя надо отвечать. Нет, нет. Приебался, да! Приебался! В общем, это по-настоящему вот такой долгострой отвратительный, который, блядь, в печенках сидит. Зимой хер сделаешь, потому мы пробовали даже подобное делать, пробную тестовую варианту, высаживаются с аккумуляторами моментально. Приезжаешь в локацию, даже приводишь с собой грузовики, которые там... Нет, слушай, он говорит зимой, но это зимой. Зимой же, может, в прошлом году это сделать. У него же подписчиков уже давно стало. Конечно, давно же было. Мне кажется, просто очень сложно это реализовать, чтобы это было интересно. Да, потому что обычно на монтаже все это решается. Да, музыкой. А просто стримом это совсем не то будет. Будет совершенно не тот эффект, и он боится, мне кажется, разочаровать аудиторию. Даже если ты подошлешь каких-то своих чуваков, переодетых актеров. Знаешь, кому могут сделать? Ранний ролик записать? Или посетить его трансляции? Блин, не подсказывай идей. Кстати, гениально. Типа чат же у Семнера читать не будет. А донаты? А донаты я не включил. Да, донаты просто высвечиваются, уже не читают. Когда мысли о донатах, он, блядь, снимают, некогда. Бесплатный совет, пожалуйста. Да, да, но там придется снова оправдываться, что типа пиздоволие. Да, ну слушай, я объясню, почему будет сложно реализовать. У Масленникова очень много страха, именно он пускает монтаж. И плюс специально подобранная музыка. А знаешь, там вот такие вот, там, бум, бшм, вот это всё. Там, где надо, камера там что-то наехала, там, смотрите, вы это видели. А тут, получается, будет просто прямой эфир, вот как вот in real life почти, да? Это не будет так страшно. Ты будешь просто ходить, и по сути, тебе нужно будет передумать какие-то приколы. Не будет той фоновой музыки, нагнетающей. Нет, ты можешь поставить, конечно, фоновый на стрим. Фонов этих, не будет такого качества картинки, и это всё будет... Либо что? Он не хочет это сделать, потому что это будет ёбично выглядеть. Либо тебе придется ставить какую-то постановку, чтобы какой-то там чел выбегал и претворялся призраком, но это будет тоже зашквар. Да, это сложно, это можно проебаться в прямом Да, потому что потом люди скажут, что типа, что это за постановка, фу, Масленников, я такого не ожидал, что многие же верят, что это не постановочное видео почему-то. Потом он решил. Да, просто зря он пообещал, конечно. Он мне рассказал на радостях, а потом такой думает, блин, а как я теперь всё это реализую? Сложно реализовать. Усиливают сигнал, но заброшка, связь иногда не ловит телефоны, а тут ты усиливаешь всё, и всё равно стрим говно получается. Непонятно как. Как только найдём в тёплое время года какую-то локацию, где она будет не так далеко от города. Типа связь плохая. Интересная, и всё будет работать, дай бог мы это сделаем. Считай отпизделца. Аплодисменты. Ты лапшу снимаешь, да? И так, дорогие друзья. Сейчас время. Тот самый момент, о котором я говорил в самом начале. Сейчас тот самый важный момент в нашей программе. Кто платит за ужин? Вы своей оценкой должны решить. Был ли наш уважаемый гость вруном, манипулировал вами, играл на ваших детских чувствах, комплексах, сложных ощущениях, которые трансформировали вас и превратили в тех, кого вы есть сейчас. Ибо же он был тем, кем мы его считаем. Искренним, открытым, застенчивым, человеком, который немного нервничал, переживал. Не, ну как, молодец, что он, конечно, признался в некоторых таких неудобных вопросах в плане денег. Ну, его как будто подтолкнул, знаешь, как будто... Его заставили, очевидно, очень сильно. Ну, конечно, ворует. Да, да. Ну, все пиздят. Да, да, все пиздят. Не, ну там не пиздят было, там было, что берут процент. Другой чуть-чуть. И ворует. Пытался быть честным и просто хотел произвести немного лучшее впечатление, чем производил. Бюллетеник? И пытался делиться... А, оценки. ...с вами своими настоящими внутренними переживаниями и был искренним и настоящим. Если Дима обманывал вас, вам кажется, что он был неправ, вы поднимаете черную свинью. Если же Дима был прав, был замечательным, искренним настоящим госбастером... А, красный? Вы поднимаете красного динозавра. Поехали. Понятно. Был прав. Там все подписчики Маслениковой сидели. Спасибо, ребята, это очень приятно. Спасибо. Да? Ну, не, я... Мы 12-я свинка, если что. Ну, потому что... Да, я 13-я. А, мы будем отдельно считаться, да? Ну, ладно, хорошо. Но мы все равно не бери, играли. Не, ну, как бы видно, конечно, что он где-то не захотел очень сильно отвечать, а где-то он, чтобы не потерять лицо, чтобы не выглядеть некрасиво, все-таки прям, ну, видно, что прибрал. Ну, конечно, ты придумывал, знаешь, истории, как правильно отвечать на такие вопросы, да? Ну, если я не верю в них. Да, потому что там видно, что неудобно... Ну, просто это наше субъективное мнение. Это наше субъективное. Это наше субъективное мнение. Не очень приятно несите счет. Ты видишь? Все получилось. А какой счет есть конкретный счет? Да, сейчас принесут, я буду расплачиваться right now. Диман, а ты все равно заплатил? Можем пополам? Слушай, мне вообще, в принципе, интересно, вот это вот шоу, то, что вот у него есть вопрос с ребром. У него кто-то вообще из гостей хоть сам расплатил? Или они всех в итоге оправдывают? То есть, отплачивают всех гостей даже? Ну, типа, да. О-о-о! Да, поэтому как бы это было важно выиграть. А ты не думал. Кого? Только мазарик, да, они когда кормят? Это солидно. Ну. Такое свидание нахуй. Так. Девочки, не ходите с ним на свидание. Что-то чек маленький. Может, только их стол? Я просто не привык, чтобы за меня платили. Так. Диман, оставь на чай. На чай оставь, Диман. На чай может оставить. Да, на чай можем оставить. Потому что ребята как работали, да. 142 тысяча. В электронном виде чай принимают. Итак, дорогие друзья, я хочу поблагодарить нас. Все. Замечательного гостя за то, что он проявил. А было 100 человек. 100 человек там было. Мне кажется, на все это должно быть больше денег. Я не знаю, сколько это цены. Там дохера их людей, кажется. А вот не все едят, видишь, не к тому. Вон это призрак стоит, молчит, да, просто печально. Я, по-моему, захотела. Я, по-моему, захотела. Я, по-моему, захотела. Молочи. Неистовое чувство самообладания. Где-то ему было неудобно, потому что и вопросы у нас непростые. И давим мы со всех сторон. Вопросы были такие прям противные. На вои, которые, казалось бы, просто сидит, но умеет правильно надавить на педальку. И отравить атмосферу так, что нашему гостю стало где-то даже неловко. Но, в общем, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты был вместе с нами. Делился своими планами, чувствами и был настоящим. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, чаевые не забудь оставить. Пиздану оставь на чай. Спасибо большое, друзья. Интервью было бы интереснее. Пиздану оставь на чай. Сам оставь. Да. Что ты говоришь? Мне кажется, в формате интервью было бы интереснее. Тут немножечко чуть-чуть... Некоторые какие-то моменты были чуть-чуть клинжеватые на самом шоу. Не знаю, чуть-чуть неловкие какие-то. Ну, потому что шоу такое. Да. Вся особенность, видишь. Ну, наверное. Именно когда вот эти гости из зала какие-то странноватые были. Можно задать вопрос именно гостю. Нет. То, что задать вопрос с гостью классный, можно такие прям острые вопросы задать. Это мне понравилось. Но часто задают говно. Если бы эти вопросы заранее отбирались чуть-чуть, знаешь, проходили какую-то цензуру, что типа, блядь, это не смешно, это неинтересно, это не будем задавать. Вот острые вопросы классные. Давай что-нибудь интересное придумай. Вот тогда вот мы пропускаем. Нет, мне, допустим, не понравилось, что пришла девчонка сама прорекламиться. Что это вообще было? Что за бред? Это тоже хуйня. Сколько ты, блядь, минут ебался? Ну, типа, нет. Сколько? Как ты быстро пришел к этому? Как это, блядь, к маслянику относится? Я понимаю, вот интересный вопрос, типа, а где обещанный стрим? Ну, да, это прям прикольно, острые вопросы. Часто про этот комментарий. Что там сегорек кредитный? Что ты выгнал? Этого. Эмиля. Эмиля. Да. Понимаешь? Ну, как бы такие вот острые вопросы, они такие максимально неприятные, как раз таки, чтобы поймать человека. А тут что? Какая, господи, разница? Ну, это вообще странно. Вот. Но вообще, само интервью мне понравилось. Было, в принципе, прикольно. Короче, по поводу нашего мнения на это интервью. Это наше субъективное. Вы можете считать по-другому. Мы просто вот так вот это почувствовали, опять-таки. Я как бы к Маслинику отношусь вообще, типа, нейтрально. Нормально. Я вижу моменты, где... Я просто не понимаю, чего у людей бомбит, что, типа, а, у него постанова. И я не понимаю, чего не может признаться. Ну, типа, это странно. Я не знаю, ну, как бы, ну, да, окей. Я не думаю, что у него из-за этого отпишутся. Просто видно, что такой человек, у них большая компания, и они очень боятся нарушить свою репутацию. Вот они прям очень сильно переживают репутацию. И оттуда, мне кажется, все вот эти конфликтные ситуации именно из-за переживания за репутацию. Что было с Эмилием из-за репутации, что вот со стримом из-за репутации. И все это исходит из-за того, что им нужно держать лицо. В общем, вот такая вот получилась, мне кажется, очень длинная реакция. Спасибо, что за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Сложный выбор.